Привет! И помните ли вы, что в конце прошлого видео я сказала, что иду на свидание? Братья, кто идет на свидание? Так вот, благодаря этому свиданию я завелась хорошими знакомыми и компанией на празднование Нового Года. Что просто супер, потому что у меня было ноль планов. Ноль идти, как праздновать этот Новый Год, и таким чудесным образом они появились. И 8 часов я должна была быть уже в гостях, поэтому я собиралась под Сизу, Good Days, и пила кофейную колу, что делала в первый раз. Это очень странный напиток, и мне нужно было очень быстро высушить волосы, потому что нельзя с грязными волосами входить в Новый Год, поэтому я сушила их под кондиционером горяченным, просто вайбила. Вот честно, было очень хорошо. На столе были вареники с грибами, которые перед этим, правда, оказались в раковине, рататулы, сыр, вино. Но рисовались также праздничные стрелки, потом пошли смотреть салюты, которые на удивление не вызывали во мне сильной тревожности в этом году. Субтитры сделал DimaTorzok Может, кому из вас знакомо это ощущение чудесное, когда ты просыпаешься и не можешь понять, это похмелье или ты заболеваешь. И вот просыпаюсь я 1 января и пытаюсь понять. В итоге оказывается, что это и то, и другое, и следующие дней 5, а то и неделю я провяжу в постели. Так что вот такое вот одинокое, спокойное, немножечко медленное у меня было начало года. За что я не в обиде на жизнь, если честно. Мне понравилось, я успела сделать много всякого типа плана на год расписать или итоги прошлого года. В общем, всё, что я могу делать одна, сидя в кровати, периодически вставая на перерыв, дыша на балконе и смотря на всю эту жизнь, к которой я вернусь, через дней 5, может. Продолжение следует... Продолжение следует... Я решила этим утром выйти пораньше из дома и просто пройтись, прогуляться, потому что на улице очень красивый снег. И это просто очень красивое изрелище, типа Тбилиси в снегу, это крайне редко. Мне дали наводку, где есть какая-то second-hand обувь, поэтому я решила совместить эти два момента. Я сомневаюсь, что будет обувь, но я хотела прогуляться. Вообще, несмотря на то, что вышла на улицу я гулять ради снега, ради того, чтобы видеть Тбилиси в снегу, я больше восстригалась и больше мой интерес привлекали именно люди. Конечно, тот факт, что я буквально в горах, все еще приводит меня в маленький шок, как и пальмы в снегу, это вообще что-то, что мой мозг не может понять. Но люди и город — это то, что явно интересует меня сейчас гораздо больше, и природа уходит лично для меня на второй план, и это неплохо. Это просто мои интересы сейчас. Стоит ли говорить о том, что я не понимаю, где я нахожусь? Это все выглядит, как много стран одновременно. Вот у этого красивого современного дома видно вот этот заброшенный старинный монастырь, и я не могу заметить им больше. Три вещи, которые точно привели меня в восторг за эту прогулку — это древние разрушенные храмы, чудесная сохранившаяся брусчатка и люди с зонтиками. В России я никогда не видела почти что людей в снегопад с зонтиками. Завершила же свою прогулку не покупкой обуви, но покупкой овощей, а точнее морковки и кавычков на ужин. Или это был обед? Я ем булгур с кабачком и морковкой. Переселиваю его приготовить и вообще купить кабачок, и вообще подумать о том, чтобы сделать себе хороший обед. Я думала пойти в кофе, не выпить на обед просто кофе. Это не то, что нужно, это не здоровый выбор. И потом я повторила свои главные мысли, которые слышала в тиктоке на днях, о том, что к себе нужно относиться так, как ты относишься к любви всей своей жизни. И я понимаю, что если бы вовсе в моей жизни сказала, что она хочет выпить кофе на обед, я бы пошла домой, приготовила ей вкусный обед вместо этого самого кофе. Вот. Тем не менее, после обеда я выпью кофе. Приятного аппетита! Итак, ранее здесь отрагивалась мысль о том, чтобы относиться к себе, как к любви всей своей жизни. Знаете, что забавно? Услышав лет пять назад я эту фразу, я бы ужаснулась. Штука в том, что в подростковом возрасте, в принципе, и в детстве, я верила, что любовь сопровождается тревогой, и пустыми надеждами. А уж если речь о романтической любви, то добавьте к этому отсутствие коммуникации и незнание своей ценности. Так я бы точно не хотела к себе относиться. Хотя, может, именно так я и поступала. Сейчас же, после нескольких лет терапии, я знаю, что это все мой тревожно-избегательный тип привязанности. И над ним нужно работать. Если я хочу каких-то стабильных, платонических или романтических, отношений в дальнейшем. Сейчас я знаю, что любовь для меня, в первую очередь, это о заботе, о прямом диалоге и о равенстве. Но, если честно, работы над собой еще много. И, на удивление, меня это даже не пугает. Скорее, даже в предвкушении некому. Ну, а если вам тоже не терпится узнать, как по-другому вы можете взаимодействовать с окружающим миром, то вы знаете, кому обратиться. К сервису подбора и видеоконсультации с психотерапевтами ясно. Конечно же. Ну, ясно же, вам встретятся лишь опытные и проверенные специалистки, при котором вы сможете узнать себя получше, принять себя и понять, как жить в гармонии с собой и своим прошлым. Ибо все мы вместе на одном сервисе, как в одной лодке, с единым желанием понять эту жизнь и принять ее во всех ее проявлениях. А еще на сервисе ясно, психотерапевты провели более миллиона сессий. Это более миллиона доверительных бесед. В том числе, мои. Психотерапевты подбираются индивидуально под ваш запрос, стоит лишь заполнить анкету. Сессия же проводятся по видеосвязи на сайте сервиса или в приложении. Она удобная и доступна как на Андроиде, так и на iOS. Так что пройти сессию можно в любое время и в любом месте. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, а по моему промокоду ARIN у вас будет скидка в целых 20% на первую оденочную или парную сессию при регистрации. Ссылка будет в описании, и там же будет промокод. Так что любите себя, как любите. Любовь всей своей жизни. Да, это такая интерпретация тоже подходит. Я не зря стрелки себе не рисовала, короче. Просто вот так. Я не зря голову. Тут будет надпись, что люди, благодаря которым я въехала в страну. Меня так удивляет всегда тот факт. Когда ты взрослый человек, гораздо сложнее заводить дружбу, потому что вас больше не объединяют такие учебные изведения, как школа, университет. Да, есть работа, но мало кто, мне кажется, прям дружу-дружу на работе. Вот, поэтому заводится такая дружба, как «О, мы на одном самолете» или «Ой, мы в одной кофейне». И вот такой дружбы, как будто меньше шансов, потому что вы не видите здесь каждый день в одном и том же месте. Вы понимаете, о чем я? И тот факт, что у меня это получается немножечко, и что вот, вот, познакомилась с человеком просто потому, что увидела в аэропорту и поняла, что мы на одном самолете, и крайне нуждалась в человеке рядом. Так прикольно, я не могу. Еще сидела в Пинтересте, как, в принципе, я делаю каждый час своей жизни. Я наткнулась на такую картинку, где как раз говорится о том, о чем я говорила вам вчера, как изменить себя, как поменять себя за один год. Ну вот третий пункт. «Меньшим вам смысл every day, но не забудьте, что вы тоже. Быть kind to yourself and others, give strangers compliments, и делать random acts of kindness for others, и treat yourself like someone you love». Это просто. Это просто. Это просто. Окей, я нашла в себе силы сейчас, в связи с чтения, потому что я читаю эту книгу уже месяц, и я лишь на 74-й странице, и вы скажете, не знаю, что вы скажете, но я шеймлю очень сильно себя за это, потому что, окей, я сравниваю себя с той Ариной, которую я читала также с Али Руни, также на английском языке, но нормальных людей. Ту книгу я так быстро прочла, с таким удовольствием, что я такая, всё, я супер знаю английский, и каждая книжка будет просто как орешки щёлкаться. Я не учла моменты с тем, что я уже смотрела сериал по той книге, поэтому у меня была эмоциональная привязка, я знала характер книги, у меня была хорошая мотивация, чтобы быстрее читать и продолжать, и выжидать новые сюжеты. И плюс ко всему, сейчас моя жизнь гораздо насыщеннее, чем была, когда я читала эту книгу, поэтому мне, правда, мало времени и сил было на эту. Но я теперь планирую воспринимать эту книжку как полноценный урок английского, выделять полноценный час, хотя бы в пару суток, прямо садиться и прямо читать, учить. Потому что иначе осилю к концу года, наверное. В планах на этот год стать более дисциплинированной, и да, пью какой-то крайне травяной чай. Через полчаса надо будет собираться, а сейчас в концерт. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok